а вообще по графику тоже есть важная тема так тимирлан меня слышно экран видно отлично есть дарья все хорошо супер тогда смотрите тимирлан мы с ребятами на прошлом уроке разобрали тоже важнейшую тему reduce я будем использовать не так часто но вообще она нужна будет для фонирования чего-то ребята в принципе задачами разбирать решает задачи тоже скидывал видео урок есть посмотрите решите нам нужно идти дальше и смотрите ребят принципе с основными темами по джетски мы разобрались основные темы но именно о его изначально базе тут конечно есть множество всего такие вещи у вас будут спрашивать как карьирование рекурсия колбеки промисс и так далее мы будем разбирать чуть-чуть позже осихронщины там есть такие вещи это уже чуть-чуть тяжелее уровень пока что для вас это рановато и мы пока с этим не будем работать есть такие темы как с этой мальчик интервала их мы тоже уже на примере будем разбирать нам лучше понятно потому что на них нет таких конкретных задач но есть примеры в реальном проекте когда мы будем проект делать там вы будете уже понимать как это работает как это что короче но сейчас я хочу поработать с вами чуть-чуть над домом ребята тоже очень важно честь у вас будет спрашивать дом джейс дом дерево дом это не типа как мы представляем дом того нет это не так дом это аббревиатура аббревиатура знаем дачу такой первой буквы этот документ обжиг моду называется документ обжиг моду то есть это что это да вообще учить такое зачем это надо и так далее смотрите ребят я вам немного раскрою интересную вещь что короче слышали айскрипт javascript и так далее вот javascript это то что мы изучаем еще тайп скрип видели может быть а здесь видел нет да смотрите javascript это прям полноценный язык type script это его дополнение почему стать ну похоже видите они дозвучат почему такое целого скрипт называют слабо типизированным языком то есть но не типизированным айскрипт типизирован что это такое что такое слово тип знаете вы встречает такое слово тип типа 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 ну как от javascript у нас не было такого типа такое слово бы ни разу не встречали тайп дату тип тайп это одно и то же перевод у нас было такое или нет было че это значит например вот дальше развивайте мысль вашу ну тип чего-либо да это правильно дальше развиваем что это смотрите ребята окей ладно не буду вас мучить да типа говорят типизированный язык там тайт скрипт javascript нет не типизированный да что это значит у нас сава скрипте есть типы данных знаем это что такое сколько их у нас 8 хорошо а там ну короче вы понимаете дать пришло строка массив объект но объект массив одно и то же там и так дали и тому подобное но у ангибайны даду понимаем да труб ос и а вот какая-либо переменная да она может быть разным типом данных правильно а допустим вот вот здесь вот когда вот функция приходит видим мы вот здесь лишь говорим что это объект какой-то понимаете но по факту говоря он может измениться там и функция может нам вернуть другой какой-то ответ на массиве так и так далее а тайп скрипте же там прям точно говорится что вот он это строка потом это объект знаете то есть там прям вот конкретно говорят ты будешь объектом ты будешь строкой и так далее то есть строго типизированный значит понимаете да вот этот вот дом и java script как работает работает это так что вообще на самом деле java скрипте то все является объектом вообще что угодно просто придумали немного облегчение для нас чтобы мы могли как-то ориентировать но по факту говоря java script это все это все объекты понятно вообще конечно сейчас как бы склоняться тому что говорят вот 8 типов данных и так далее это тоже правильно но если смотреть не спрям изнутри из подвижка то как все строится да то все что есть java скрипте это объект это объект но ну для облегчения нам казали 8 типов данных и как-то легче с этим уже устраивать информацию на теперь смотрите вот такое тогда документ обжиг модуль и тут первым же текстом выходит основой html документа являются теги правильно то есть в html мы пишем теги правильно бата на наш один h2 h3 там короче да и тут сказано объектной моделью документа то есть дома каждый html тег является объектом то есть если мы вот этот ну а это же html правильно здесь нет как бы типов данных и так далее да это не джеска это совсем другой документ но если вот этот тег мы будем вытаскивать грубо говоря сюда то он будет объектом вот этот тег будет объектом body будет объектом короче любой тег который мы будем писать если мы его будем смотреть со стороны как бы скрипта то это объект понятно он будет видеть его как объект не как так вот так как мы круто а как объект понятно и почему его называют дом дерева да дерево знаете что такое типа может видели семейное дерево есть знаем да что такое типа вот типа два родителя потом от них дети потом еще еще и вот так раз здесь тоже самое вложенные теги являются детьми родительского элемента то есть типа если помните ну мы же это знаем правильно если вот здесь будет типа тиф да то он будет родителям этот его ребенком если мы еще один тиф здесь создаем и здесь какой-то пишем то вот это ребенок для него а он ребенок для него то есть вот этот для этого будет как бы внука ну куда текст который находится внутри тега также является объектом то есть антек объект и текст который находится внутри тега то есть вот этот текст тоже объект считается 10 javascript будет рассматривать понимаете ну это мы короче не будем вот это рассматривать мы будем другими вещами сразу заниматься смотрите ребята это все принципе нам не надо этими вещами тоже мы будем по-другому этим заниматься смотрите вот у меня но давайте пока эту группу просто будет потом делаем вот так смотрите кнопка 1 кнопка 2 да окей две кнопки будет да ребят смотрите я вот его сейчас хочу видеть у себя в джесски смотрите когда мы будем работать с домом элементами дом элементы то есть это когда мы связываем html с javascript он мы должны будем работать только с вот этим терминалом ну здесь вот этот терминал здесь не будет работать понятно здесь нам надо будет этим пользоваться ребята просмотреть код консоль здесь понятно так ну смотрите вот консоль у меня пуста видим но ничего нету все окей дальше смотрите вот у меня а здесь есть так сделаем и дадала смотрите у меня здесь есть примеру два паттона правильно и вот вот этот первый паттон я хочу получить у себя в джесски смотрите помните как я уже говорил любая информация которая есть она не может храниться в воздухе она должна где хранится да ну ребята вот переменный правильно то есть мне нужно создать сейчас какую-то некую переменную для вот этой кнопки то есть это переменная грубо говоря будет являться этой кнопкой let там называю как угодно правильно btn1 назову равно правильно кладу в нее что-то смотрите как вытащить элемент из html в javascript пишу документ помните дом типа да документ видим до . и видите у него есть огромное количество всего методов его видите да метод документ . get element видим да вот get element by tag name get element by class name get element by id видим да я использую вот этот вот get element давайте так лучше нет здесь дам ему айди btn1 назову его видим у него айдишник btn1 get element by айди видим выбираю и здесь пишу вот так вот айдишник между вот так называем помните вот таких вот решетка айди видим да и давайте я проверю что у меня вышло по итогу захожу ничего нету 0 результат потому что я не сделал что консоль бог понятно проверяем и у меня вышло что вышел ну давайте сейчас обновимся он мне говорит что btn1 0 является да так ой но где у меня вышла ошибка я я неправильно вот сейчас все правильно теперь проверю и все равно ну да даю btn что-то долго работает но сейчас проверим еще раз так хочу но дает все еще так давайте get element by id script.js 1 правильно так интересно а стоп извиняюсь без этого из этого без вот этого просто так btn1 пишу название его айдишника все проверяю и видим чем не дает видим какой-то btn1 видим я навожу видите он мне показывает первую кнопку видим вот это он смотрите вот так мы можем вытаскивать элемент javascript видим и с ним что-то делать тоже мы будем это делать сейчас пока мы учимся вытаскивать вообще смотрите ребят давайте так концы логия просто напишу документ давайте проверим что такое вот это вот документ слова да еще чуть такое и это какой-то видим что в эти тем или видим вот это слово документ это все что и вычтем или и мы типа наследственно помните классы когда написали там .box ul уже вот так писали в css да здесь то же самое документ это весь html видим да и у него здесь есть ну типа теги правильно body это все что внутри body сейчас выйдет видим да и и так далее да но допустим я могу сделать вот так . батон по моему так нельзя да и проверим давайте undefined видим да он не понял какой именно тег батон но короче мы так не будем пользоваться мы просто поймем что документ это обращение к самому html видим видите это у нас объект видим где у него есть огромное количество видите методов ой ключей методов говорю ключи видим доктайп есть ключ потом короче ну разный так далее и тому подобное понятно то есть чтобы вытащить нам какой-то некий тег нам нужно во-первых для этого тега создать переменную потом ее вытаскивать если я пишу документ get element by айди здесь я должен написать айдишник понятно смотрите есть другой способ вот здесь у него будет вас допустим btn2 смотрите пишу лет btn2 документ . get element by классные видим есть да здесь я просто пишу в кавычках классные btn2 видим и консоли посмотрю свой btn2 смотрите я получаю ребята я получил что-то другое да но если его раскрою вот что это батон вот это квадратные скобки значит что мы делаем ребята когда вытаскиваем смотрите бтн1 видим да вот там бтн2 видим бтн1 раскрываю здесь я получаю что это его ключи бтн1 это помните это объект смотрите ребят у объекта есть ключи правильно вот вот это объект бтн1 видим у него есть ключи видите огромное количество ключи видим ну давайте так объект создан чтобы вам было видно типа понимаем вот типа name допустим что-то у нас будет там короче и консоль но здесь он видите уже нормальный вид пишут типа видим у него ключи же есть и вот этого тоже видим есть ключи видим точно такие же типа как здесь понимаете то есть вот это объект и вот это объект правильно но смотрите ну с этими ключами мы чуть позже разберемся но это бтн1 а вот это она почему-то вот таком виде в виде массива нам дается видим да и давайте смотреть почему такое происходит смотрите бтн1 я пишу что документ идти он мне его одного дает видим и вот бтн1 я его вытащил а здесь я пишу что а get элемент с знаем что по-английскому когда мы ставим в конце до с то это типа множественное число да нам говорит то есть он нам говорит что что когда почему такая логика до происходит а происходит эта логика по такой причине что айти не может повторяться смотрите если я сейчас попробую его так продублировать видим выходит ошибка он говорит что айтишники не могут повторяться то есть у одного элемента может быть только один айтишник ну то есть повторяющихся названиях айтишников не должно быть а классы помните они могут повторяться ребята поэтому здесь пишется get element by class name и смотрите если здесь будет какие-то повторения то что происходит все они попадают куда массив они все попадают массив то есть вот это бтн2 переменная становится массивом типа вот так где будут храниться вот эти кнопочки понимаете понимаете вот вот 0 1 2 видим а это как бы бтн1 наша кнопка первая помним да это то есть вот такая логика здесь может происходить видеть ребят видим да понятно то есть когда вы пишете get element by class name вы всегда получаете массив ну массив у которых класс будет вот такие и он туда кладется понятно а бтн1 это у нас что ну get element by id это только один вытащить чья через id есть еще такая вещь как а а а допустим а а допустим вот такой да текст let аж 2 ну или там давайте текст равно документ точка а get element by tag name есть видим да здесь мы просто пишем название тега h2 типа да и в конце логе я покажу этот текст вот видим здесь тоже что выходит ребята тоже массив потому что здесь написан elements ну да потому что теги могут как бы как бы типа повторяться да вот они все ну давай а а то без разницы потому что ты же по тегу вытасываешь типа смотри давай давай дадим да класс сделаем здесь вот так текст 1 правильно вот так и вот так да но у них будет разные классы это ни на что не влияет три все три видишь появляется по-любому почему потому что ты здесь вытаскиваешь их через тег а здесь как бы ну баттон ну то есть типа здесь без разницы тут может быть даже вот смотрите вот здесь баттон жда есть тут может быть какой-то тег допустим как h1 но если у него будет класс btn 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 2 то он попадет сюда ну без разницы же как бы правильно понимаем это здесь так онлайн как успехи понимаем это отлично так ну то есть это просто способы да get element get ну короче get element by id by tag name by class name это просто способы если вы используете id он только один вытащит элемент если вы используете class name tag name то это создаст массив массив и если там подходящий будет только один он как бы один элемент будет массиве если 2 2 если 3 3 то есть похожими классами похожими тегами просто будет закидывать понятно это вот основные методы как мы можем вытаскивать что-то из html понимаем смотрите дальше это были самые такие простые методы но ими мы будем практически иногда только пользоваться мы будем чаще всего пользоваться другим способом но иногда будем айди вытаскивать и все есть у нас такой смотрите вот к примеру мне нужно вытащить да вот допустим вот вот этот вот bottom понимаете но не используя by id ну короче не используя вот эти get element я создам переменную как обычно let btn допустим 1 равно документ то запишу также точка и тут есть query selector query selector all и здесь мы разберемся типа query выбрать selector selector у нас это что было смотрите selector это что-то один да selector all это что-то много все selector что такое selector давайте разбираться да я вам как-то объяснял что у нас есть такая вещь программируем ну вот во фронтенде да грубо говоря как нет не 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 selector это не скелет select от слова выбрать не скелет выбрать select 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 здесь select 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 у нас это что-то выбор выборка какая-то выбор чего-то у вас на собеседовании может это спросить поэтому тоже запоминайте ребята selector selector да это чаще всего используется в css вообще выбор чего-то вот к примеру ребята смотрите если бы я вам сказал вот из вот этих трех баттонов вот этот первый баттон закрасьте черным цветом что бы вы делали по классу хорошо а если вы просто баттон написали что бы произошло вы уже видите вы выбираете хорошо а если у меня будет типа вот вот этот же короче вам нельзя вот здесь изменять класс или еще что-то вот вам нужно вот этот первый баттон не изменяя его класс задавать ему стиле как бы вы это сделали вот эти допустим обычными остается этот должен допустим стать там зеленого цвета вот не изменять ему класс не задавать ему айдишник вот что-то нужно сделать такое чтобы ему задать отдельное но ведь они одинаково по классу с этим как бы вы это могли решить как бы вы это могли решить ага создам div да и туда положите этот баттон да да все верно потом вы бы написали бы этому div допустим класс какой-то правильно потому что ему нельзя задать ну div это можно вы div задаете класс и говорите . box btn или там btn2 или там баттон да это вы тоже делаете выборку какую-то видите селектор вы можете просто ну допустим могли бы написать ID если бы я этого не говорил вы могли сделать ну хорошо я ID делаю я могу добавить ему еще один класс типа вот так добавить еще одно имя да изменить имя то есть это называется селектор селектор css то как вы можете обратиться к тегу как вы можете обращаться вы можете написать имя тега просто вы можете написать его Dream вы можете написать его ID вы можете на Следовaires Кannie к нему обратиться Т.е.top gens внутри какой-то коробки название assign опять же либо класс тега либо айди тега либо из родителя родители родители вот так вот так наследовательность то есть это все способы как вы можете выбрать его select вот вот это селектор и когда у вас вас просят вы можете назвать так я могу по классу пойти по тегу по наследовательности обратиться понимаете да вот основные такие моменты и здесь кэр селектор тоже смотрит на вот эту выборку пишите вот аквари селектор если вам нужно вытащить один только элемент вы пишите query selector просто если query selector all есть много вам надо то query selector all понятно пишем query selector ставим здесь фигурный ой кавычки ставим кавычки обычные и здесь вот мне нужно вот этот вот допустим btn вытащить видим первых я напишу . btn2 правильно потому что у него класс btn2 так смотрите проверяем да проверяем ну который мне нужно конечно же вот правильно ну первое вот первый паттон это кнопка один правильно это вот это да а вот кнопка два это вот там понимаем query selector вот вытащить вот этот вот как мне его вытащить смотри query selector вытаскивает только один один если ты напишешь query selector all то вытащит все видишь бтн2 вот у них у всех за есть классы у 4 видишь вот они все попали сюда видишь а query selector вытаскивает только один то есть это от тебя зависит если ты хочешь один элемент вытащить какой-то понимаешь ты пишешь просто query selector если ты хочешь многое ну есть ну допустим да вот типа здесь вот btn2 да у них у многих за btn2 а query selector вытаскивает только один почему выбрал до 1 потому что он просто сверху вниз читает видит первый попавшийся все дальше не делаю он увидит он вытащил смотри вот все дальше он уже не идет он первый попавшийся читает это понятно query selector вытаскивает один переселектора вытаскивает много то есть массив типа создают понятно а query selector не создает он просто его виде объекта любую какому есть что дальше смотрите если мне надо вот этот батон как не вытащить здесь пишу btn1 вы когда обращаетесь css по классу как вы обращаетесь смотреть когда ты пишешь по классу ты пишешь . правильно а если пойди то решетка решетка btn1 а если я напишу сейчас просто так потом чем не выйдет конечно btn1 он за 1 правильно попался да вот вопрос у тебя вот этот последний банк ты можешь ему изменить класс или задать идти правильно но как ну или переместить но вдруг этого нельзя делать вот по какой-то причине бывает так что ну нельзя ладно ничего страшного ты можешь написать вот так вот all все кнопки вытащить видишь но тебе нужен вот этот последний банк правильно это же массив последний элемент из массива как не получить здесь 3 или же если ты хочешь всегда получать последний чем мы писали лэнс минус один мы будем получать чем это число ну как здесь нужно по-другому эту запись но в принципе вы отлично понятно на этом и значение вы получаем а так квадратно понятно это то есть это все опять же специфично не всегда я не говорю что вот сто процентов нужно всегда пол или всегда селектор просто или это все будет происходить от архитектуры сайта это всегда по-разному всегда какие-то казусы выходит какие-то проблемки бывают это нормально и нам нужно как бы адаптироваться просто нужно не бывает и сто процентов одного правильного варианта вот так вытащили вот так здесь способы и от выбранного способа либо селектор либо селектор у тебя либо здесь будет проблема либо здесь они разные но в любом случае что-то будет выходить и нам нужно будет просто исходя из этого решать хорошо адаптируясь как и так далее и тому подобное то есть query selector это с помощью селектора то есть по классу пойди то здесь можно даже вот так типа так если я будешь если я напишу смотрите типа вот этот query selector да правильно могу написать типа не button а на могу написать div или div button так щас о нет я здесь этот не 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 вот видим то есть это что selector можно типа . это да сделать или . и вместо button бтн у меня там а у него не . у него это будет айди да вот вот так ну тоже самое понятно то есть типа тут уже от вашего как бы как хотите так и вытаскивайте то есть мы их можем вытащить понятно хорошо ребята смотрите теперь ребят смотрите вот у меня будет рэй рэй равно ну там 1234 без разницы какие-либо элемент тут разницы нет и а let btns равно документ . query selector пол допустим сделаем . btn2 вот смотрите ребят давайте так консоль откроем log array log btns да смотрите ребят это массив ну давайте здесь тоже сделаем 3 да вот это массив и это массив вот это массив вроде бы ничего не как-то говорится нет никаких никакой разницы различия между ними но ребята на самом деле они действительно есть и и здесь нам нужно как с этим работать далее ребят во первых смотрите тут когда просто массив тут просто ведь пишут число 3 допустим да и сразу массив но тут сказано ноды лист ноды лист чё это такое давайте разбираться когда ребята вы получаете массив когда вы пишете вот такой селектор олда или там get element by тэгнейм get element by классный да вы же получали массив то ребята вы получаете псевдо массив псевдо массив ну да не настоящий да массив то есть псевдо массив он вроде бы массив но не настоящий массив почему-то почему такое происходит да почему он не настоящий массив смотрите есть такая вещь как прототайп прототип если я его раскрою ребят у обычного массива ура я видим мы получаем это конка every feel filter find find индекс видите джо и видим мы по push юс видим то есть методы которые этому массиву вы можете задать что-то с ним сделать видим да а если я открою прототип этого массива то здесь есть только что и антрис форич все ну айтонки это вообще принципе у него ребята отсутствует методы у псевдо массива типа как придиус мы фильтр файл 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 индекс там push поп этого всего у него нет ему задать нельзя он псевдо массив понимаете у него есть только лишь один метод называется он форич форич это точности как мы как мы работают точность но он не возвращает нам новый массив то есть мы помните нам новым массив возвращаем корич не возвращает результат понятно он лишь что-то в голове эту логику выполнять но не возвращает нам новый сердом массив понятно то есть происходит ребята у нас некая тилемма что когда мы будем получать query selector мы кроме форич ничего больше не сможем методы использовать пока фильтр мэп так далее понятно но тут так же типа можно 0, 1, 2, 3, но псевдомассив мы можем с помощью for перебрать и что-то с ними сделать. Понятно? Понятно это, ребята? Но есть способ как можно псевдомассив превратить в нормальный массив. Это пишется вот так. Я пишу array.from и сюда напишу btns. Видим? Вот array from, типа превращай в массив вот это. Понятно? А теперь видим? Пропал модулист. Проверяю и у него уже видите все есть. Понятно? То есть в принципе не так страшно, что мы здесь псевдомассив получаем. Мы в любой момент можем его превратить в нормальный массив с помощью array.from. Вот array.from сделай из вот этого типа массив нормальный. Понятно? Ну типа тебе надо будет просто сделать, допустим, вот тебе надо вот этот массив там фильтр сделать, да, что-то там. Ты не мог сделать фильтр, но ты можешь написать. Мы же вот так типа let, function писали и так далее и тому подобное, да? Ты можешь написать типа вот, потом ты писал там array, точка, да? Ну у нас не array, типа btns, точка. Видишь, у него нету раз-других. У него есть только length и так далее. Но ты можешь написать вот так вот array, точка, from, btns уже, btns, и точка, и уже там, reduce, map, filter, то есть то же самое, только фильтр. Ну просто вот array from, это возвращается новый массив, нормальный массив. И все, и ты можешь его фильтр делать. Но если ты прям хочешь идеально, то типа ты тогда будешь делать вот так. Типа вот ты здесь получил его псевдомассив, btns, ты будешь делать let new btns, там сделаешь, равно, вот так, array, точка from btns, как бы это прям правильная архитектура. Все, вот и new btns, это у тебя нормальный массив, и ты уже new btns, там точка, фильтр, короче, и так далее. Можешь так, можешь так, вообще как угодно, одно и то же, по поводу. Так, это я вам объяснил, да? Что такое у нас псевдомассивы, да? И вообще в javascript можно создавать тег, можно удалять тег, можно давать стили тегам, можно изменять название классов, айдишников, можно добавлять класс айдишник, можно изменять сам текст тега. Короче, что угодно можно делать на самом деле, вообще все, что угодно. Ну, давайте, наверное, мы, я вам покажу парочку из них, а потом, наверное, на этом все, чтобы слишком этого не было. Смотрите, ребят, так, смотрите, ну давайте здесь нормальное создам. Смотрите, у меня будет button, button, да, 1, 2, 3, да, 1, 2, 3, да, видим? Потом будет, допустим, h2 title, и будет какой-то некий пи. Так, давайте так, лором даже 50, видим? Да? Ну, вот такое вот у меня есть сейчас, грубо говоря, мой сайтик, да? Ну, вот так сделаем. Смотрите, что дальше я хочу сделать с ним? Вот, давайте так, с простого начнем. Вот этому title я хочу добавить каких-то стилей, да? Мне надо его для начала вытащить в JavaScript. Как мне это сделать? Leth2. Документ. Просто query selector, да? И? Кавычки. И? h2. Хорошо, давайте проверим, да, правильно ли я вытащу. Да, все окей, да? Смотрите. Пишу h2, точка, и видите, здесь огромное количество методов. Видим? Но нам нужно... Нам нужно что? Какой человек говорил? Что мне надо сделать? Цвет, да. Мне нужно изменить его стиль, правильно? Видим? m это метод, видите, да? Ну, тут, в принципе, без разницы, смотрите. Есть такая вещь, как style. Видим? Это прототип его. Style. Да? Потом. Какой стиль я хочу к нему применить? Color, правильно? равно и red. Видим? Хочу ему изменить размер шрифта, сделать его больше. Опять пишу, да. h2, точка, стайл. Видим? Точка. Вот, видим, здесь, ребята, типа, фонсайд, помните, там, через тире, да, вроде? Тут, хеймлкейс, видим? Большая, видите, новая, да, слово. И? Равно. 20 пикселей. А изначально мой h2 сколько равен? 24? Нет. Ну да, вроде 24. Или больше, по-моему, да, чем 24. Ну, я не помню. Я вроде не помню. Ну, короче, надо больше, ну, короче, вы поняли, да? Как это работает? Ну, давайте так, ладно, только 20, чтобы видно, да, было, что мы его... Чуть уменьшить. У h2, вот то, что мы писали, да, вот это, это типа его прототипы, видим, есть, да? Ну, вот, вот это все прототипы, где п написано, помните? И есть огромное количество, есть, типа, стайл, есть, короче, много чего тут есть. Ну, все это невозможно показать, и все этим, на самом деле, не точно. Смотрите, то есть, когда мы пишем стайл, точка стайл, мы изменяем его стили, любые. Но можно также делать тут вообще множество всего. Допустим, h2, нет, точка стайл, точка анимейси тоже можно, но я говорю про другие вещи. Допустим, точка, текст контент, видим? Равно, я могу сделать здесь вообще вот это. Я взял и изменил его текст, на какой я захотел. Текст контент, это что? Это именно вот этот вот текст изменяет, видим? Понимаете? Текст контент, он берет, и именно внутренность тега, ну да, текст, да. Смотрите, а если напишу h2.innerhtml равно, делаю вот так. Тоже изменился текст, верно? Но, смотрите, innerhtml нам еще позволяет внутри, короче, этого, h2 создать другой тег. То есть, текст контент, это просто создание текста. А innerhtml, это, смотрите, я сделаю вот так, обратные кавычки, вот так сделаю, допустим, div какой-то некий создам. Давайте вот так. Смотрите, раскрываю h2. Сейчас обновлюсь. Давайте вот здесь его лучше сделаю. Делаю. Смотрите, h2, видим? div, ну вот здесь даже будет видно вам. Вот h2, да? Внутри него div, а внутри div вот этот текст. То есть, innerhtml делает у нас что? Внутри, то есть, мы, ну, грубо говоря, это возможно создать другой тег какой-то. Мы можем просто внутри него тег создавать. Да? Внутри него тег, тег, то есть, как типа в html мы пишем, похоже, да? Вот так же здесь можно создать, понимаете? А text-content это прям просто вот этот вот текст внутри тега. А innerhtml это прям, вы можете просто текст написать, а вы можете div создать, еще один div, внутри div, div вот так, короче. Понятно? Так, что еще у нас было? h2, точка, допустим, есть такая вещь, у него метод, как, сейчас, класс. Смотрите, у него есть такая вещь, как класс-лист и класс-нейм, да? Класс-лист, класс-нейм, они как бы оба работают на что? Они оба что-то делают с его классом, понимаете? Класс-лист и класс-нейм. Давайте разберем класс-нейм. Точка, здесь делаю класс-нейм равно, и делаю там new h2. То есть, его класс сейчас стал каким? У него, видите, нет здесь класса. А там применился, да? Ребята, класс-лист, давайте так, тоже изменяет, видим? У него h3, да? Ну, давайте так, h2, вот так, да, сделаем другой. Видим? Он тоже изменяет класс. Тогда в чем разница, да? Класс-нейм, это прям просто взять и изменить его класс. А класс-лист, здесь типа вещь, add, toggle, короче, ну это мы давайте чуть позже разберем, да? Это при нажатии, при, допустим, вот, toggle мы пользовались, add, типа здесь можно к функции это передавать, то есть сказать, при нажатии, допустим, toggle, да? И вот здесь нужно будет, ну, короче, это нужно будет сюда передать. Работает это так, что класс-лист, класс-нейм это просто вот дать имя, дать имя. Класс-лист, это добавить имя можно, к нему add, типа добавить. Тоггл можно при первом нажатии добавить, при повторном удалить. Remove, удалить, типа имя, класс. То есть, это уже вариации, понимаете? Ну, на примере мы будем работать, это чуть больше. Да, 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 вот, бургер-меню, поп-апы, может, toggle делаем. При нажатии класс-лист.эт, вот. Помните, да? Вот. Помните, мы писали класс-лист.тоггл, да? Так, мы можем с классами работать, мы можем с атрибутами работать. Теперь, смотрите, ребята. Вот. В принципе, все просто. Смотрите. Еще что мы можем интересно сделать в JavaScript. Смотрите. Вот это P мне надо вытащить. Как мне это сделать? Давайте пока вот это уберу. Вот здесь напишу. Let. P. Праве. Документ. Pariselector all. Или просто. Ага. P. Все, вытащил, да, его вроде бы. P. Проверим. On. Это он, да? Хорошо. Теперь, ребята, смотрите, он слишком огромен. Видим, да? Ну, очень много текста. Вот я хочу уменьшить. Три слова оставить. Смотрите. P. Правильно? Точка. Давайте так. Что-то вам тяжеловато, да? Смотрите. Tag P. Это сам P. Видим? Мне нужно что изменять? Да. Как это сделать? P.Lens? Нет у него Lens. Слова это что? Слова внутри тега. Как мы можем? Да. К слову внутри. Смотрите. Еще раз. Смотрите. Раскрываю. Видим? Тут вот раскрываю. Вот это все смотрю. Вот классный. У него пуст. Видим? Смотрите. У него есть что? Мы это уже с вами пользовались. Что-то вы забыли. Смотрите. Так. Вот это что? Текст контент такое было у нас? Текст контент это сам текст. То есть смотрите. Вот я напишу вот. Текст контент, чтобы он был понятен. Это сам текст. То есть что я могу сделать? П. Текст контент. И три слова хочу видеть. Первые три слова. Это не массив, это строка. Строки забыли уже, да? Как работать с ними? Строки забыли уже. Хорошо. Хорошо. Слайс. Моль. Три. Помним? Здесь он нам его не изменяет. Что-то так. Сейчас. Слайс. При вытаскивании это вытаскивает. Ну, смотрите. В конце лог. Грубо говоря, вот так. Видим? А не, он мне вообще лорд дал, да? Ну-ка, сейчас. Секунду. Текст контент. А, блин, да. Три же символов. Первый три он только дал. Как бы нам эту проблемку решить правильнее? Не-не-не, смотрите. П, не-не, это строка. Текст контент равный П.текст контент точка слайс 0. Ну, блин, смотрите. Нам уже слова, да? Три слова нужны. Нам нужно будет массивить. Ну, давайте так. Я, например, 0,20 сделаю. Ну, не меньше, да? Надо еще на 2. 18. Но если мы хотим постоянно три слова, да? Постоянно три слова показывать. То нам придется тогда, смотрите, сделать что? Точка сплит. Разделяю. Точка слайс. 0. 3. И точка join. Так, стоп. Вот так. Точка слайс 0. 3. Вот, видим? И нужно будет точка join. Вот, запятые надо будет нам потом удалять их. Но, в принципе, есть. Видим? Да? Три слова. Всегда. Не важно, что будет. Всегда три слова будут выходить. Ну, короче, это прям, в принципе, потом мы этим будем... Ну, вот видите, в принципе, комбинируя вот эти вот наши знания, допустим, даже вот эти, вы могли вот так сделать. Точи 17. У нас все получается. Тогда к вам задание будет таким. Ну, ладно, давайте я это оставлю. Вот у меня есть три кнопочки. Сделать эти три кнопки красного цвета. Надо же первое слово пишут. Вы пищите, крейт селектором. Выходите всех по пути. Правда? Массив. Правильно? Вы по селектору вытаскиваете. Вне какой селектор у этих трех топок? В CSS вам надо было три кнопки изменить. Вот, да, я три кнопки сейчас. Как, что бы вы сделали? Как вы уже написали? Где-то три кнопки, да? А вы что пишите? Нет, если даже так. Нет, пишите три кнопки. Нет, смотри, друг, другая, у вас ошибка в чём? Ты селектор, не знаю, что. Смотрят, здесь уже есть три кнопки, да? Да? Ты хочешь им изменить что-то в CSS, не разница, а в чём угодно. Ты как это сделаешь? Просто объясняй, как бы ты это сделал. Что бы ты писал в CSS? Вот btns, документ. Нет, нет, CSS, CSS. А, CSS? Да. Мне их нет. Их, если тогда .btns. .btns. Вы пишите что? О, это первое. Вот смотри, ты получил сейчас, как ты думаешь, что ты получил? Только первое. Только первое. Две надо всех, правильно? Ты пишешь всё? Пошли, викторал. Двигайся, викторал. Ол. Ол. Хорошо. Вы получаете все три, правильно? Но мы правильно? Нет. И у нас выходит чё? Хорошо. Вот b. У нас выходит что? Хорошо. Вот этот майтань стаат, смотрите, пожалуйста. Не, это стаат. Что-то там, в этой идее. Смотрите, проверим. Вы получили эти кнопки? Р. Получили? Да. А теперь смотрите. Ещё раз. Задание. Какой был вопрос? Повторите мне задание. Что надо было нам сделать? Поменять цвет. Поменять цвет цвет, правильно? А что такое у вас сейчас? Б. 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 Это что такое? Массив. Массив. Это уже в основном. А вы должны изменить что? Массивом. Массивом. С Germain. Массивом. А вы сейчас. Массивом. Поэтому у нас вышла ошибка. Потому что, вы говорите к массиву точка ставок. У него нет такой вещи как ставок массива. Здесь у самого элемента. У каждой кнопки по отдельности есть ставок. Но у массива конкретно нет такой вещи, как типа «Стайл». Поэтому что? Каждая кнопка «Подвижность» как нам это сделать? Хорошо. Вот есть массив. Правильно? Да. Главное – цикл. А можно еще что? Смотрите, да. Цикл будет самый главный вариант. Но еще есть другой способ. Он тяжелее. Вам придется больше написать поиск ввода. Это будет сработать. Вам нужно выбрать оборудование на этой кнопке «Подвижность». Если это массив. Главное, БТНС, массив 1. Ноль. Один. Правильно? Да. Мы говорим два. Ага. Вы можете писать что? БТНС. БТНС. Ты будешь писать, да? Ага. Массив 0. Ноль. Точно. Стайл. Круг. Стал. Уже. БТНС. Массив 0. История 100. Этот вопрос. Изменяем 10. Это direkt Nasir 100, 3. Может быть, человек в том, что дает. В том числе, даже не будет. Кто подожди? Уже. Постойте. То есть, но – да. Понялся. Если есть точка, то бы и гаджет. Он – это Cleowner. Это – она не всё. Слово. Вот если вы себя там настроили то, что вот сердце почитать, что сердце почитать всю вот тщетку, вот все на творение возглавляет и возглавляет. Правильно? Да. Вот сердце вы насел . Ни название класса, вниз класс какой-то, прох purpine? Правильно? Да! Они скидывают, 10-4 минут, у них точно не было, но Но в цирке сделать это по цирку, правильно? Ну, на этой цирку вы просто нанесли в ботанку. И там в инфекции вы пишете полштамы. Если хотите показать, то вы напишите только нажмите на кнопку. Если же не показать, то по цирку нажмите. Вот ты видишь, здесь можно проклачивать, а можно просто по цирку. Потому что у нас больше базы на цирку. Ты можешь помочь. Ты можешь просто наценить базу. А мужчина? Да. А теперь это с помощью цирка. Смотреть, что ты написал на территории основной. Напиши цирку. Давайте. Я не могу. Не надо помнить. Как пишите цирку. Ну, не надо, а потом. О, потом. Верно. О. Смотри, вот здесь ты. Сомневайся, смотри. Пишите, где мы будем. Молодец. Верно. Ты писяц. Молодец. Верно. Вот. Верно. Верно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok